Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. Your life is my life. 19 градусов. Я сегодня с утра попёрся как олень в куртке и потом парился. Запаренный олень. А мы вчера ёлку поставили. О, как мы запарились. Во сколько мы спать не посидишь? Делитесь в комментариях и пишите, кто поставил ёлку, тому лайк. Ёлочку мы поставили... Во сколько? В полдевятого я её поехал покупать, потому что наш старший олень тоже запарился вчера в ванной и запоздала. Мы обычно стараемся в 8 положить, но Антоша у нас любительны играться в Fortnite до последнего и поэтому... А тут за ёлкой Деда Мороза? Нет, вчера он про загородную цель, я читал. Тут за ёлкой надо гнаться мне, блин, там красиво вот такома написано у него, как американский флаг. Блин, жалко вам, наверное, не видно. Но если вот будет видно, то, возможно, наш монтажёр увеличит и покажет. Возможно, он подъедет, я тогда скажу. Ну, короче, вот, и поэтому я, чуть ли не опаздывающий Дед Мороз был, приехал в полдевятого за ёлкой. Вот, да, сейчас будет видно. И вот покажите, пожалуйста, всем, как эта надпись на борту написана. Классно сделала. Вот, и я поехал, значит, и... И приехал, и выбирал ёлочку. Вот, вы видите, как я её выбирал, 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 полыбирал. И дома в 10 часов ползёл с ёлочкой. Да, перед этим Серёжей. Советовался со штабом. Да. Он мне фотографировал одну ёлку с разных сторон и говорит, какая лучше? Я так описываю, вторая мне больше нравится. Ну, так просто я её сначала сфотографировал, потом увидел её в лучшую сторону и перефотографировал, и как раз был свет другой. Вот, а ёлки продаются у нас рядом с домом. Вот, видите, мы только выехали. И вот эта вот белая, вот там они и продаются. Мы ведь там постоянно и покупали. Да. Один, нет, один раз, наверное, мы покупали не здесь. А где? А может, и всё время здесь, как начали, надо, может, даже посмотреть, проверить. Мы храним просто бирки с ёлок. И вот, вот здесь, вот видите, люди покупают прямо сейчас. И так, власти ценник сил. Я говорил, 125 ёлка стоила без... Значит, были три ценовых категории. 175, она такая пушистая-пушистая, потом... Почти до потолка была, да, она была бы маленькая. Ну, почти до потолка. Почти до потолка. А, это три ценовых категорий, которые я смотрел. За 75 очень пушистая, она вообще просто вот... Ну, вот, она больше, можно сказать, на подъеловец. Там, похоже, вот такие есть, кто знает растения. Только большая. Там не воткнуться в неё, она просто вообще вот... Сплошные иголки. Потом за 105 были, ну, такие качественные ёлочки. Они чуть-чуть пониже, где-то метра по два. Вот так вот, два двадцать может. И наша практически под три метра. 125. А другие ценовые категории я не смотрел. Там были маленькие такие вот. Ну, наверное, от метровых. Ну, в общем, влог не о том. Погода хорошая, осень вот золотая. До пол третьего ночи мы украшали дом. А потом я в пять часов подорвалась. Быстренько пошла всё включила. Всю подсветку. Чтобы дети пришли. Ушла в душ. И потом, когда Сашенька проснулся, где-то было шесть-десять. Он такой, мама, мама, пойдём посмотрим. Мы посмотрели. Он говорит, только папе пока не говори, пускай сам посмотрит. Это так мило было. Но у нас Саша просто просыпается раньше всего. Иногда? Иногда Катарина бывает раньше всего. Ну, обычно, Саша. Вот. А влог сегодня про соседа, который же ставит машину напротив нас. В общем, я даже не знаю, как. Рассказывай громче. Немножко только у тебя плохо слышно. В общем, я даже не знаю, как сказать. Я... Есть люди, которые тебе нравятся, которые тебе не нравятся. Эта семья мне всё время нравилась. У меня с его женой как бы хоро... Ну, как хорошие отношения? Ну, мы хорошие соседские. Мы всегда здороваемся. Там, с Рождеством, не с Рождеством. Там, хороший вам дня. Ну, как бы... Ну, с другой стороны, напротив нас ставила машину женщина, которая, блин, постоянно разговаривала по телефону. Мы с ней прожили 4 года и ни разу она, наверное, не ответила... Поздороваешься, она как будто вот... А меня что, не видно? Нет, тебя не видно, блин. Вот. Поэтому вот такие типа категории. Ну, это и не те соседи, допустим, вот как у нас есть ещё одни более близкие соседи, с которыми там я могу обниматься с бабушкой, их никогда поздравляем друг друга там с чем-то. Ну, в общем, ну, добрососедские отношения были. Да. В общем... Предыстория такая, что к нам приехали новые... А, наши менеджеры уехали и на их место въехали, значит, паркуются сейчас другие люди, они тоже новые недавно въехали. И они как въехали, значит, разобрали свои коробки после мувинга, после переезда кинули их. Не очень аккуратно, а, скажем, вообще не аккуратно, они просто у них кинуты были под боксами. Ну, давай скажем так, что нам пофиг, когда они брошены, потому что на нашу территорию они не мусорят и всё хорошо. Я не к тому, что они были там, мешали кому-то, а к тому, что они просто не аккуратно лежали. Ну, это дело каждого. Вот. И вот их коробки перед машиной просто вот валялись. Такая куча коробок. И однажды мы идём. И однажды мы идём с Серёжей. За машиной. И получилось так, что мы молча почему-то шли. Мы пришли в гараж молча, мы не разговариваем. Вот такие были спай-генты. И мы заходим, вот машина стоит как-то вот так, да, а те люди паркуются как бы за нами. Те соседи в нашем, если смотреть вот так вот лицом в стекло, то те, которые в брошенной коробке, паркуются слева, а тот сосед, про которого мы рассказываем, напротив них. То есть через разворотную зону в паркинге. Но паркинг вы наш видели, поэтому представляйте. То есть обычно как вот машины напротив нас стоят, то есть они вот на той стороне. Мы живём на одной стороне, а они на другой стороне паркинга. И вот этот сосед, который с другой стороны паркинга. И, короче, Серёжа возле своей двери уже, а я туда заворачиваю к себе, он у них в коробках роется, мужчина. А коробки пустые? Коробки пустые. И он такой... Он их как бы перебирает? Да, по лицу прям видно, что он такой акабанел, да. И такой, я ему типа, здрасьте. Он мне такой, здрасьте, здрасьте. И уходить оттуда. Ну, видимо, у меня лицо было такое вытянутое, да. Что он такой у меня спрашивает. Я могу взять одну твою коробку? Мне тут надо сражить. Я говорю, а это не мои коробки, это наших соседей. Да? Ну, ладно, я тогда спрошу у них. И ушёл. Ну, чего ты там? На свою половину. Да, да. И он ушёл к своей машине. Как ты можешь разить в чужих вещах? В общем, я думаю, если бы мы не пришли, он бы выбрал себе всё, что ему там надо. Коробки. Или у них ещё там, мне кажется, какие-то штуки для машины валяются займут. Что-то такие, бутылки эти, ну, похоже, как у тебя эти всякие натиралки. Ну, фиг его знает, что там у них валяется, но он, якобы, он искал коробку. Почему-то в чужих вещах. И он был, видно по нём было, что он, ну, не ожидал, что его, как бы, за этим застукают. Потому что, если бы, наверное, мы бы громко шли разговаривали или просто разговаривали, он бы слышал, он бы ушёл. А так мы его споймали, вот, ну, за руку, грубо говоря. Честно скажу, я, Серёжа, говорю, Серёж, как с ними теперь здороваться? Что они за люди? Вот, чего от него можно ожидать? Что он ещё может сделать? Сегодня он коробки ворует, завтра он, блин, кого-нибудь ворует. Короче, это к тому, что соседи бывают разные, соседи не выбирают, и вот бывают такие персонажи. К тому, Зайка, что ты никогда в жизни на этого интеллигентного мужчину в костюме не подумаешь, что он будет воровать коробки. Пустые. Ну, это вообще-то какой-то... Мы куда едем? Сюда. Я. Ещё к тому, что... Зайка, подожди. Что-то я показала, похвастаюсь. Сейчас похвастаюсь. Ещё к тому, что, типа, ну... Ну, чтобы вы не думали там, а то там кто-то написал в комментариях, что, типа, зачем так зазывать, зачем так рекламировать и прочее. То есть, как бы мы никого никуда не зазываем и ничего не рекламируем, а показываем, где мы живём, как мы живём, среди кого, среди чего и что бывает вокруг нас. То есть, вот, бывают соседи хорошие, а бывают такие... Вы сами знаете, какие бывают. Сами с соседями живёте наверняка. Вот. А ещё случаи можем рассказать. Одно время мы воду всё время оставляли перед или за машиной, там же, на той же парковке на своей, грубо говоря, как вот у них коробки лежат, у нас стояла вода. Чтобы не тягать постоянно. Вы видите, мы берём там по три, по четыре, по пять иногда упаковок воды. Вот. Одну упаковку домой занёс, поставим. На самом деле нам тягать не тяжело, потому что тягают, Серёжа, нам не нравится, как они на кухне стоят. Ну да, они место занимают. И поэтому... Да и все тянуть не надо сразу. Опять же. Вот. Упаковку занесли, она туда-сюда тусуется. Дети взяли там, на кухне где-то стало, попили. Я забрал там, туда-сюда. Как бы целая упаковка даже не стоит. А теперь мы всю воду заносим, ставим дома сразу все эти упаковки, потому что... Ну не то, чтобы жалко, блин, 20-50 центов в неделю. Нет, зайка, это принципиальная позиция. Это просто неприятно. Короче, я как-то приезжаю раз, нету бутылки в целой упаковке. Мы сюда едем или туда? Туда, ближе. Туда. На мостик. Один раз такое, другой раз такое. И вот, короче, мы так и не поняли на кого думать. Потому что с одной стороны, с левой у нас стояли менеджеры... Сереж, подожди, я хочу сказать, что это не один раз и не два. Сережа говорит, у нас воруют в воду. Я говорю, блин, ну дома ставить бутылки, хрен с ней, пускай пьет. И просто в какой-то момент, когда это превратилось уже... Берем чуть ли не каждый день по бутылке воды, вот кто-то приходил и тупо брал. И уже потом Сережа очень сильно разозлился и принес... Ну, просто это как-то так неприятно, вот... Как в душу можно сказать. Да блин, да ладно, ты... Я не знаю, типа вода, это нужно... Ну, подойди ты, скажи, можно я у вас воды возьму? Он же, ты говори, не доложил, кому-то. А я думаю, может это он и воду крал, типа. А мы все время... А мы все время... Они жили уже тогда, да, Зай. Ну, так может и он хрен. Может он воду и воровал. Уйдет себе, взял воду. Зай, если он по коробкам по этим лазерам там шарился... Это мы думаем по коробкам. Может он что-то для машины там воровал. Вот так. Ну, хвастайся своим проектом. Сейчас я иду на финальный проект моему одному из классов. Покажи, как это работает. Короче, это моя игра для маленьких деток. Для тех, кто около двух лет примерно рассчитывает. Сейчас вы видите синий лист. Синий лист. Это небо и песочек, если он лизен. Песочек. Цель моя научить деток, как защищаться от солнца. Это все зараминировано. И, значит, я буду рассказывать, что вот, сегодня там Маша собирается на пляж. У нас оно все на липучках. У нас большое солнце. Яркое. Ой, яркое. Блин, первая должна была Маша прийти. Вот видишь, я сбила. Не, ну Маша пришла, а солнце что засветит. И приходит Маша на пляж. Видите? И брехшра, и солнце есть на пляже. И у маленького будем спрашивать, что нужно сделать, чтобы типа на солнышке, солнышко в голову не настучало, надеть шапку. Чем мы защитим глазки? Очками. Что мы должны, типа, много использовать, когда очень жаркие дни. Пить воду. И в конце у меня есть еще крем от солнца. Почему это все раминировалось? Потому что маленькие, они очень много при тактильном воспринимают. Они будут мазать. Мы будем запоминать, что нужно ручки мазать кремом от солнца и ножки. Я прям буду деткам крем давать, и они будут все мазать. Молодец. Ну что, сейчас я как отрепетировала. Да, бери пирожок и иди это самое. Главное, смотри, чтобы у тебя по дороге ничего не упало. Ну, в общем, соседи не выпирают. Ну, думай, все. На этом, смотри. Ну, ты знаешь, что ты проходишь дорогу, да? Удивайся, смотри. Удивайся, смотри. Удивайся. 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 Я бы не получил мою наде女у, правильно? Удивайся. sprawial in my disappeared. Блин, пока мы вам проводили презентацию, вот тот полицейский на этой машинке для гольфа, что проезжал, прочитал на маленькую лекцию что нельзя блокировать что вообще здесь нельзя высаживаться потому что мы блокируем дорогу блокируем проезд и это слепая зона как раз на повороте немножко говорит непонятно в общем тут нельзя в том кругу только разворачиваться не разворачиваться высаживаться в кругу там короче будет выходить там дети забираем раз и пошла и что правило то там понятно что нельзя все беги давай вот такие вот дела я услышал на 60 маришка услышала на 600 но он немножко так как-то не очень внятно разговаривал у него небольшой дефект речи видимо ну суть от этого не меняется хорошо что так сказать наказание прилетело не сразу а чисто предупреждение что не надо так больше делать ай-яй-яй вот ну в общем в большинстве случаев полицейские так и работают здесь они сначала не сначала как-то обычно всегда предупреждают хотя и штрафы тоже дают я рассказывал у меня был штраф за красный свет вот так что вот такие дела он нас перебил я что-то хотел говорить в общем тогда вроде все если у кого-то есть какие-то вопросы задавайте пишите комментарии не ленитесь и все вы были на канале наша жизнь в америке не life is my life бай 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 вы сейчас досмотрели а через я буду записывать новый влог потому что я сегодня скажем так дети пока в школе маришка дома готовилась к занятиям а мне надо было в центре заскочить там за какими-то мелочами вот и я небольшой пакет накидал там не записывал потому что во первых один был во вторых музыка играет всякая новогодняя непонятно проканает с ней не пропустит youtube не пропустит влог поэтому будет у нас влог из 99 центов на диване на столе скоро выйдет ставьте колокольчик чтобы не пропустить ни его ни другое новое видео и увидимся в интернете пока еще такой интересный момент вот это я сейчас стою на перекрестке думаю он как-то мне сказал пару слов буквально а потом переключился на маришку типа спросил вы студент этого колледжа и начал с ней разговаривать и гораздо дольше и с ней разговаривал и рассказывал ей там какие-то правила где можно где нельзя высаживаться и прочее прочее я такой думаю почему он с ней разговаривает и не со мной и сейчас до меня дошло у меня стоит значок лифта у меня стоит значок убера и возможно в силу вот этого вот какого-то американского менталитета это расценено так что может быть не я больше виноват в том что мы здесь стоим и я ее высаживаю она виновата потому что она заказала убер грубо говоря указала место высадки я ее туда привез как бы я оказываю сервис я и могу сказать что здесь нельзя но она типа закапризничала и сказала типа высади меня здесь высади меня там это вот как бы присутствует постоянно когда вот я работаю в убере пассажиры могут стоять где угодно они могут стоять на автобусной остановке они могут стоять на пешеходном переходе они могут стоять на просто на перекрестке и причем они будут прыгать ну не все конечно есть разные люди с разным воспитанием с разным мировоззрением и пла-бла-бла но порой бывает что просто вот ты разворачиваешься на перекрестке чтобы забрать их они стоят на переходе и как только ты проезжать начинаешь через переход ты не остановился вот я просто хочу проехать переход чтоб стать за ним они начинают подбегать к машине открывать двери на ходу и порой вот проще остановиться на переходе посадить их и уехать чем блин проезжать становиться там где надо стать и садить их потому что ну они уже это могут расценивать как неуважение к ним блин потом ставить тебе мало звезд за это и ты тут уже выбираешь либо ты какие-то правила нарушаешь либо ты пассажиров подбираешь и вот поэтому он наверное ей вычитывал эту лекцию не глядя на меня а мне только сначала сказал пару слов и в конце видимо как то так